Гавайи против Трампа. В курортном штате суд заморозил новый иммиграционный указ американского президента. Что Трамп намерен предпринять в ответ и как в условиях жесткой борьбы внутри страны он найдет общий язык с Ангелой Меркель, которая уже завтра будет в Вашингтоне. Дмитрий Анопченко знает ответы. Такого можно было ожидать от кого угодно. От вечно недовольного новым президентом Нью-Йорка, от сочувствующего иммигрантам Лос-Энджелеса и даже от столицы, где все голосовали за Клинтон, но удар в спину нанесли курортные Гавайи. Там судья приостановил действие нового иммиграционного указа Трампа. Причем его решение обязательно к исполнению по всей стране. Затем для верности такое же решение принял суд в Мэриланде. Указ должен был вступить в силу в полночь 15 марта. Аналогичный тому, что Трамп уже подписывал о запрете на въезд гражданам шести стран Ближнего Востока и Северной Африки, населенных преимущественно мусульманами. Но противники нового президента его опередили и намерены и в дальнейшем через суды блокировать любые начинания. У Трампа теперь нет выхода, кроме как дойти до Верховного Суда. Заморозку своего указа он называет шагом политическим, что в принципе недалеко от истины. И показывает, насколько сильна борьба между старой и новой командами, между либералами и консерваторами. Борьба, в которой и республиканцы, и демократы намерены идти до конца. На фоне очередного скандала президенты примет Ангелу Меркель, переговоры уже завтра, и все гадают, о чем будут говорить и найдут ли общий язык. В МИДах обеих стран прогнозы разнятся. Госдепартамент офдерекордс сообщил журналистам, что обсудят уровень участия Вашингтона в решении украинской проблемы. А еще Трамп попросит Меркель поделиться опытом общения с Путиным. Дескать, как с ним разговаривать. Тем более, что она 2 мая летит с визитом в Москву. МИД Германии сформулировал тему встречи немного по-другому. Меркель намерена лично изложить Трампу свою позицию по ключевым вопросам. А еще поговорить о стратегических амбициях России. Но как бы ни сформулировали тему встречи дипломаты, для самих ее участников наверняка намного важнее другое. Поговорить без свидетелей, посмотреть в глаза и понять, насколько могут доверять друг другу лидеры двух стран, которые при любом президенте и при любом канцлере обречены быть стратегическими партнерами. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.